Приветствую! Будут ли повестки в Резерв Плюс? Будут ли повестки по почте? Эти вопросы снова возникли в информационном пространстве благодаря интервью Олега Берестового. Это начальник управления информационных технологий Минобороны. И вот о его заявлениях мы сейчас поговорим, разберемся с этими вопросами, а с ними нужно разобраться по одной простой причине. Дело в том, что в связи с предписаниями Конституции Украины, а если бы точнее, то 19-й статьи, где сказано, что представители государства должны действовать в способ, установленный законом, вопрос вручения повесток очень важен. Почему? Потому что моя правовая позиция заключается в следующем. Если повестка вручается не в тот способ, который предусмотрен действующим законодательством Украины, то такая повестка не может считаться врученной с точки зрения этого законодательства. А значит, эта повестка не может повлечь за собой никаких юридических последствий. Ни обязанностей явиться, ни розыска так называемого, ни штрафов ТЦК. Ничего. Почему? Потому что есть Конституция Украины. Да, конечно, вы можете сказать, что Олег, стоп, но порядок вручения повестки вообще не предусмотрен законом. Я с вами соглашусь, действительно так и есть. Порядок вручения повесток предусматривается только лишь постановлением 560. Насколько это корректно с точки зрения государства, это вопрос уже, знаете, такой философский. И, к сожалению, мы живем в той реальности, в которой мы живем. И в этой реальности этот порядок установлен постановлением 560. И наша с вами задача теперь понять, а какой это порядок. И начнем мы, естественно, с повесток в резерв плюс. Может ли быть прислана повестка в резерв? Нет, нет и еще раз нет. Потому что ни один закон Украины, ни закон о мобилизации, ни какие-то другие подзаконные акты и в целом законодательство о мобилизации не предусматривает возможность направления повестки в резерв плюс. Ну вот нигде это не указано. А если это не указано, то, исходя из предписаний статьи 19 Конституции Украины, как бы их там не трактовать, расширена, да, повестка в резерв плюс на сегодняшний день прийти не может. Кстати, Олег Берестовой заявил то же самое. То есть он сказал, что исходя из тех планов развития резерв плюс, которые у них есть, как у специалистов в сфере IT, на сегодняшний день нет плана туда включать повестку, функциональность по рассылке повесток. Здесь хочется отметить, что если у вас в резерв плюс до сих пор висит вот какое-то такое уведомление о том, что вы не на облику и вам нужно обратиться в ТЦК и СП для того, чтобы уточнить свои данные, это не является аналогом повестки. И это совершенно не значит, что вы обязаны идти для того, чтобы решить эту проблему. Это не более чем информационное сообщение, вот с точки зрения действующего законодательства. Это не является повесткой в ТЦК и СП. Теперь переходим ко второму вопросу. Повестки по почте. Могут ли они быть? Ну, все мы прекрасно знаем, что да, могут. Поскольку это предусмотрено действующим законодательством о мобилизации. И говоря о повестках по почте, очень важный момент, с которым мы уже столкнулись. А кто может отправлять повестку по почте? Мы уже знаем, что повестки уже рассылаются. Они уже идут. И вот здесь нужно понимать, каким образом они формируются и кто с точки зрения законодательства уполномочен их отправлять. Потому что если отправляет неуполномоченное лицо, то возникает вопрос, а стоит ли это рассматривать как вызов в ТЦК и СП. И вот теперь возвращаясь к интервью, что сказал Берестовой и насколько это соответствует законодательству. Берестовой сказал следующее, что повестки могут формироваться с помощью системы АБРИХ и начальники ТЦК могут подписывать повестки электронной подписью. Действительно ли это так? Да, если мы посмотрим с вами постановление 560, то мы увидим, что это все там предусмотрено. И мы отдельно уже с вами эти вопросы давно разобрали и прекрасно с вами их знаем. И здесь следует сказать, что такие повестки уже рассылаются. При этом я имею в виду не просто повестки, которые вкладываются в почтовый ящик. Нет. Я имею в виду полноценные письма с описью вложения, с уведомлением о вручении. Вот эти письма уже приходят, в них содержатся повестки. Это уже реальность. Теперь переходим к вопросу, а кто должен быть отправителем? Вот чье имя должно быть указано на конверте в качество отправителя письма с повесткой? Этот вопрос тоже урегулирован постановлением 560. И перед тем, как мы его посмотрим, это постановление, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Ну а теперь смотрим постанову 560. А смотрите, мы будем, пункт 34, вот эти вот слова, вот эти строки. И здесь четко написано, что повестка про виклик резервиста або військовозобовязанного до районного ТЦК ТАЕСП або его отделу, чи відповідного подрозділу разведывальных органов, центрального управления або региональных органов СБУ, может быть надислано с назначенными органами військового управления. Ну и далее, что засобами паштового зв'язку и так далее. Вот вопрос, кем может быть отправлена повестка про вызов ТЦК? Да вот же, здесь четко указано, с назначенными органами військового управления. То есть, если вызывает ТЦК, то ТЦК и должно направлять это письмо. А почему я поднял этот вопрос? А потому что есть уже обращение, когда люди получают эти повестки, а в графе отправитель указана районная государственная администрация. И вот здесь возникает вопрос, но если в постановлении 560 написано, что должен отправлять ТЦК и ЕСП по почте, то почему отправляет районная администрация? И следующий вопрос, а если отправил не тот орган, который указан прямо в постановлении 560, то какие юридические последствия этого письма? В контексте того, что написано в Конституции Украины, что государственные органы должны действовать только в тот способ, который указан в законе. Так а вот вопрос, а где в законе указано, что администрации, районные госадминистрации, могут по почте отправлять повестки? И тогда вопрос, а должен ли человек явиться по такой повестке, если она направлена не тем органом? Если он не явится, на каких основаниях отправят данные о нем в полицию? Да, ну в розыск так называемый, хотя не совсем корректно это, да, но мы используем это термин розыск ТЦК. И будут ли штрафы и на каком основании, если изначально повестку отправил не тот орган, который уполномочен это сделать? А это значит, что здесь будут однозначно судебные споры. И исходя из того, что суды пока в вопросах оспаривания штрафов ТЦК становятся на сторону людей, на сторону принципа, наверное, верховенства права и на сторону действующего законодательства, то, вероятно, и в этих ситуациях постановления ТЦК о штрафах будут отменяться. Будем следить за этим и буду вас об этом информировать. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Ну и напомню, конечно, про свой Telegram канал. Но в конце традиционно уже пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.